Привет всем! Вы на канале Беллари Лайф. Сегодня мы приехали в очередной аквапарк, очередной крытый аквапарк. Мы заселились в наш номер коттедж, который я вам покажу позже. И, к сожалению, я забыла свою камеру, которую я все время использую в аквапарке, поэтому буду снимать все на телефон. Уж извините. Очень много всего интересного. И не снять, ну, это было бы кощунство. Так что всем, кому интересно, как мы проведем эти выходные, оставайтесь смотреть. Наконец-то мы добрались до нашего номера, до нашего коттеджа. Сейчас я вам покажу, как выглядит наш номер. Небольшая прихожая, кухня полностью оборудованная. Ванная комната, достаточно просторная. На верхнем этаже салон с диваном, который раскладывается в двуспальную кровать. Ну и сейчас мы спускаемся на нижний этаж, где находится наша спальня. Вот так выглядит нижний этаж. Внизу здесь находится кровать Кинг. Небольшой комод, зеркало и выход на так называемую террасу. Выход на террасу с видом на лес. Тишина. На этом этаже находится шкаф, где можно разместить свою одежду. Но так как мы приехали на один день, мы им не будем пользоваться. И прачечная, где стоит стиральная и сушильная машина, которую мы уже успели испробовать. Ну и на верхнем этаже, конечно, есть балкон. Огромный балкон с двумя креслами и небольшим столиком. Ну и, конечно же, вид на лес. В этот раз нам повезло, потому что в аквапарке фактически не было людей. Не было очереди ни на одну горку. И мы успели покататься и поплавать везде. Аквапарк, конечно, небольшой. Довольно-таки шумный. Но шумный, как, наверное, и все крытые аквапарки. Здесь мы так и не катались, потому что никто не умеет держаться на серфинговой доске. Ну, а упасть не очень-то бы и хотелось. Мальчик так хорошо держится. Это вид на аквапарк сверху. Мне кажется, что этот аквапарк меньше нашего первого аквапарка Сисфлакс. Но горки здесь намного интереснее. Аттракционы все повторяются. Но горки, которые выходят на улицу, их на две больше. Это вид из аквапарка, горы. Но на то это и вермон. Вот эти надувные круги используются по всему аквапарку. То есть на них можно плавать и по речке, и также кататься с горки. С зеленой и синей горки. Водная волейбольная площадка. Ну и, конечно же, джакузи. Джакузи немаленький. И так как людей в этот раз было очень мало, то вот в этой ванной мы с Лизой одни. Я попросила Лизу подвинуться, и ей не очень понравилась моя настойчивость. Ну и напоследок туалет. Так как сегодня очень мало людей, в туалете идеально чисто. Аквапарк Джейпик находится в штате Вермонт. Название штата Вермонт происходит от французского «Вермонт», то есть «Зеленая гора». Это штат «Зеленая гора». Первым европейцем, увидевшим Вермонт, был Жак Кертье в 1535 году. Но только в 1609 году французский исследователь Сануэль де Шамплен объявил Вермонт частью Новой Франции и основал здесь форт. После Семилетней войны, в 1756-1763 годах, между Новой Францией и Америкой, Вермонт стал американским штатом, что привлекло сюда много переселенцев. Канада является основным торговым партнером Вермонта. Туризм составляет значительную часть экономики Вермонта. Зимой многочисленные лыжные курорты привлекают лыжников со всего мира. Штат Вермонт расположен на северо-востоке США и относится к штатам Новой Англии. Вермонт – это один из самых маленьких штатов США. В Вермонте с его очень пересеченным рельефом, малоподходящим для ведения сельского хозяйства, сохранились достаточно большие территории, нетронутые хозяйственной деятельностью человека. Почти 80% территории штата покрыты лесами, среди которых и известный заповедник «Национальный лес зеленых гор». Мы уже съездили за покупками, купили продукты, купили себе вино на вечер. Я готовлю ужин, а Лиза с мужем поехали опять купаться в аквапарке. Нам на этих выходных очень повезло, потому что погода такая классная, на улице так тепло. Сейчас я приготовлю ужин и мы пойдем гулять. Ну, что можно сказать по поводу аквапарка? Аквапарк, конечно, чуть-чуть поменьше, чем аквапарк «Сисфлакс», но проживание мне в этом аквапарке, то есть в аквапарке «Джейпик» нравится намного больше. Здесь так красиво, мы живем в горах, наш коттедж выходит в лес. И если еще будет подобная акция, то обязательно, обязательно мы поедем именно сюда. Просто так в аквапарк, ну, наверное, мы не приедем, только если будет акция, то есть аквапарк с ночевкой. К сожалению, эта акция отличается от нашей первой, от акции в аквапарк «Сисфлакс», потому что мы можем пользоваться аквапарком только один день. Мы выбрали сегодня, в субботу, а завтра мы поедем по магазинам и будем возвращаться уже домой. Но все равно мне здесь очень нравится. Так красиво, очень красиво, так тихо. Боже! Так что все те монреальцы, которые когда-либо увидят акцию на аквапарк «Джейпик» с проживанием в коттедже, ребята, я реально вам рекомендую. Вам очень понравится двухэтажный коттедж, полностью в вашем распоряжении. К сожалению, «Джейпик» находится очень далеко от цивилизации. Здесь нет рядом никаких продуктовых, ну, больших продуктовых магазинов. Мы ездили в Ньюпорт, но дорога очень красивая, горы, небольшие деревеньки. Так что оно того стоит. Забыла сказать, на кухне есть все. Извините за беспорядок, так как я сейчас готовлю ужин. Но есть тостер, термоснаж. Ложки, вилки. Здесь противень для духовки. Здесь у нас чашки, стаканы, бокалы. Здесь можно, ну, вот такая кастрюлька стеклянная. Здесь вся посуда. Посудомойка, такая малюсенькая. Мы уже успели в ней помыть посуду. Ну, понятное дело, мусорное ведро, там химия. Печка, кастрюли, это их кастрюли. Что у нас здесь? У нас здесь, если я не ошибаюсь, салатницы. Да, салатницы. Здесь были чашки, ну, большая часть у нас сейчас в посудомоечной машине. И здесь все для того, чтобы приготовить еду. Единственное, хочу отметить, что ножи у них отвратительные. Видите, все с зубчиками. И пока она чистила, точнее, с картошкой она чистила, все было в порядке. Пока я нарезала ее, я замучилась. Так что, ребят, если кто-то будет сюда ехать, возьмите с собой нож. Ну, и здесь были кастрюли, есть две сковородки, холодильник. И что у нас здесь? А, здесь просто пустая полочка. И здесь также пусто. Единственный минус я хочу отметить для тех, кто сюда поедет. В ванной комнате нет никаких мыльных принадлежностей. То есть нет ни зубной пасты, из чего-то мыльного. Есть только кусочек, малюсенький кусочек мыла. Ни шампуня, ни лосьона для тела, как обычно, ну, принято иметь в гостинице. Здесь ничего такого нету. Поэтому мы поехали и купили в доллараме, то есть в долларовом магазине, всякие моющие средства. Сейчас мы прогуливаемся с малышом. Вот так выглядит наш коттедж. То есть это коттедж на три номера. Все коттеджи двухэтажные. На первом этаже, как я уже показала, кухня-зал. И на втором этаже спальня. Видите, в нашем коттедже живем только мы и крайний домик. При этом, конечно, здесь развлечений не много. Это только аквапарк. И, как я уже сказала, аквапарк небольшой. Мы не были еще в аквапарке в Клубеке. Я думаю, он, наверное, самый большой. Помимо аквапарка еще есть ледовая арена. Если вы сюда поедете, то прихватите с собой коньки. Честно говоря, я не знаю, сколько стоит ледовая арена, но так для разнообразия на вечер можно придумать себе такое развлечение. Мы коньки не брали, потому что если бы я Лизе сказала, что мы едем кататься на коньках, она бы не одобрила. Мягко сказано. Так что мы будем просто гулять вокруг дома, заходить в гости к соседям, а вечером пить вино на балконе и кормить комаров. А вот так выглядит наш номер с обратной стороны. У нас крайний номер. Очень повезло, потому что в зале вот это огромное окно, оно добавляет столько света. Но, думаю, это везение выпадает только на летние месяцы. Зимой лучше всего брать номер, который посередине, так будет теплее. И вот так выглядит наш номер с другой стороны. Здесь внизу наша спальня. И вот та терраса, где мы планируем сегодня пить вечером вино. Как я уже сказала, средний номер пустой, там никого нет. А в крайнем номере тоже кто-то живет. И лес, лес, непролазный лес. Интересно, если бы мы приехали в грибное время, тут были бы грибы. Пока не село солнце, хочется снять как можно больше окрестностей. Потому что так красиво. А сейчас сыночек, наверно, упадет. Там внизу поля для гольфа. Я так понимаю, что, наверное, еще не сезон. Но все такое зеленое. А в глубине еще коттеджи. Ну вот и все. Закончились наши выходные. Мы сейчас собираемся и едем в магазин, а потом домой. Так что, если вам понравилось, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!